Цветок хамидарель элеганос – выращивание и уход. Хамидарель элеганос или как ее еще называют в народе хамидарель изящная по научному чамайдарея элеганос – декоративный комнатный цветок, отнесенный к семейству пальмовых. И пусть элегантная хамидарея пришла из тропиков, сегодня она имеет немало поклонников среди отечественных цветоводов. Как выглядит хамидарея элеганос? Хамидарель элеганос относится к семейству пальмовых ариркаси. В естественной среде обитания чаще всего произрастает в лесах Южной и Восточной Мексики, в Готемале. По своему виду она действительно напоминает ажурное творение природы – узкие и длинные листья, исходящие из ползучего стебля. Хамидарель элеганос – яркий представитель пальмовых, зацветает растение на 4-5 году жизни, цветки напоминают мимозу. Распространенные сорта в домашних условиях можно встретить такие сорта, относящиеся к данной разновидности хамидарея, хамидарея бритбаль, хамидарея зейфрица, чамидарея сепфразии, хамидарея металлика, чамидарея металлика, хамидарея эрнеста августа, чамидарея эрнестиогасти, хамидарея каскадная, чамидарея катаракторум или кошачья пальма, хамидарея прорывающаяся, чамидарея эрампенос. Для справки, латинское название разновидности Чамайдария элеганос. Поэтому начинающие любители цветов, разыскивающие Чамайдария элеганос, терпят неудачу, ошибка в окончании и не позволяет найти нужный цветок. Лечебные свойства в доме Держать данную пальму можно не только из-за ее декоративных качеств, но и благодаря ярко выраженным полезным характеристикам. Пальма относится к тем растениям, которые очищают воздух от вредных примесей и подавляют рост и развитие патогенных микроорганизмов. Само растение не отнесено к ядовитым, соответственно его можно ставить даже в детскую комнату. Помогает растение прогнать депрессию и меланхолию, но лучше всего определить его в зал, а вот в спальню, не стоит ставить. Польза вполне очевидна, вред как таковой отсутствует. Хамедория элеганос – изящный уход в домашних условиях. Вырастить растение дома не составит труда, как и добиться цветения, главное правильно ухаживать за хамедорией элеганос. Температура в летние месяцы растению требуется умеренная температура воздуха, в пределах 20-27 градусов, а с наступлением зимы ее переносят в более прохладное помещение, с температурой 12-16 градусов. В содержании пальма хамедорея неприхотливо, главное понимать, что данное растение плохо реагирует на перепады температур, недопустимы. Резкие ее колебания, все должно происходить плавно. Важно, в комнате недопустимо создавать сквозняки, это пагубно скажется на росте и внешнем виде. Освещение не требовательно пальмой к уровню освещения. Поэтому в домашних условиях в ее можно ставить и полутень комнату с минимальным освещением. Главное при выборе постоянного места для пальмы надо помнить, она не любит прямых солнечных лучей. Это может спровоцировать ожоги и листвы и гибель всего растения. Расти и развиваться растение будет при световом дне с продолжительностью в 10-12 часов, летом в этом вопросе проще цветоводам, зимой. Же просто ставится дополнительное искусственное освещение. Полив. Период активной вегетации и роста полив систематический и обильный. И тут надо помнить, чем выше температура, тем чаще проводят полив. Рекомендовано вносить воду по мере подсыпания верхнего слоя грунта, а глубокого пересыхания грунта допускать не стоит. Хотя и допускать застоя воды в озоне нельзя, это может спровоцировать загнивание корневой системы. Опрыскивание. Поскольку пальма требовательна к частому и обильному поливу, она также требует и немалой влажности воздуха в помещении, до 70-80%. Поэтому рекомендуется регулярно опрыскивать растение, ставить рядом с ним плужку с водой. Важно, главное помнить, что вода для опрыскивания берется от стоянной и теплой комнатной температуры. Элегантную хламидорию не размещают рядом с источниками тепла. Опрыскивание в жаркие дни проводят один-два раза в сутки, зимой раз в два-три дня. В ративном случае листья будут усыхать на кончиках, растение побледнеет. Грунт-грунт для растения берется тяжелой оптимальной земли. Смесь состоит из дерна лиственной земли, песка и торфа в соотношении 3-1-1-1. Можно приготовить самостоятельно или же купить готовую смесь для пальм перед посадкой, предварительно пропарив ее в духовке. Важно, для подавления роста патогенных микроорганизмов и улучшения структуры грунта, добавляет залу или немного древесного угля. Подкормки, чтобы лист пальмы радовал своей зеленью, а количество побегов не сокращалось, важно регулярно проводить подкормку. До середины весны и до глубокой осени. Как правило, вносят комплексные и органические удобрения с интервалом раз в 13-15 дней. Предпочтение стоит отдавать удобрениям, которые содержат высокий процент азота, он ускоряет рост зеленой массы. Особенности ухода зимой Уход в зимний период проводится с учетом того, что в эти месяцы у хамидори и элеганос наступает период покоя. Растения переносят в рохладное помещение, с температурой вределых 10-12 градусов. Полив растения несколько снижают в своей частоте и интенсивности. Обрезка данной вид пальмы имеет одну точку роста и стебель не может ветвиться. Если обрезать пальму, она прекращает свой рост и просто погибает. Потому обрезка ее не проводится. Когда и как цветет, хамидори изящно иногда цветет, а ее соцветие напоминает ветку мимозы. В период цветения растение выбивает из пазух листьев цветонос, унесет рыхлую разветвленную метелку с мелкими соцветиями, желтыми, шарообразными цветками. После окончания цветения на месте цветка образуется круглый плод, черный, в котором находится одно семя. Цветет пальма наподобие мимозы. Цветки мелкие и шарообразные, по окрасу светло-желтоватые. Не представляют собой особой декоративной ценности и по внешнему виду напоминают ветку мимозы. Цветение данного вида пальмы не привязано к времени года и определенному периоду. При создании благоприятных условий содержания, зацвести пальмы может и весной и осенью. Изменения в уходе. В период цветения в данном случае особых изменений в уходе нет. Единственное, владельцам пальмы стоит чаще ее поливать. Вносить подкорку раз в 7-10 дней. При этом опрыскивание на время цветения прекращает. Просто ставят рядом тару с водой и все. Как размножается хамидори или ганос. Размножается при помощи семян от водок и путем укоренения черенка. Проращивание семян. Семена высеивают в специальной теплице, где поддерживается температура на уровне 25-27 градусов первой всходой. Появляются спустя 30-40 суток. Сам процесс прорастания семян может затянуться и до полугода. Все это время грунт опрыскивают таким же способом, вносят удобрения раз в месяц. При появлении всходов уход такой же, как и для взрослого растения. Важно! При появлении 5-6 истинных листков проводят пересадку в отдельную тару. Укоренение черенков берут крепкие, здоровые черенки и аккуратно срезают астромсекатором. Посадочный материал помещают по отдельности в индивидуальную тару. Уход как и за взрослым растением. После того, как растение окрепнет, его сажают на постоянное место, а отготовленную тару. Воздушные отводки главное в этом случае не отламывать отводки. Их аккуратно срезают астром ножом, после высаживают в торфяной грунт с добавлением песка. Именно в таком грунте проходит укоренение отводки. По времени это занимает 4-5 месяцев. После растения рассаживают по отдельным вазонам. Пересадка растения не любит большое количество пересадок. Молодое растение пересаживают по мере того, как корни будут опоясывать земляной ком. В среднем это раз в год. Более того, взрослые растения пересаживают раз в 3-4 года, выбирая вазон на 2-3 см. Большего предыдущего в диаметре. Правильная пересадка – залог обильного роста. Возможные проблемы в выращивании и болезни. В большинстве своем гибель растения происходит по причине неправильного за ней ухода. Сбрасывает бутоны и листья причина может крыться в недостаточном поливе или же наоборот чрезмерном внесении воды из огневания корневой системы. Несколько реже такое происходит в силу нехватки микро- и макроэлементов в грунте. Листья бледнее. Замедление рост и бледность зеленой массы может происходить по причине нехватки питательных элементов, либо в самом помещении температура ниже нормы. У листьев сохнут кончики. Сохнуть кончики листьев могут по причине несоблюдения режима влажности в комнате. Содержание достаточно регулярно опрыскивать пальму и спустя несколько недель листва восстановиться. Нижние листья падают опадания и нижние листвы может происходить по причине не только избыточного полива и опрыскивания растения, которое нужно снижать, но и нехватки макро- и микроэлементов. Потому в первом случае полив и опрыскивание сокращают, во втором – вносят подкормку. Вредители в большинстве своем страдает хамедорель или ганас от паутинного клеща, это проявляется появлением паутины на листьях черными или рыжими точками. Потому необходимо регулярно опрыскивать растения, чаще мыть под душем с мылом. Реже поражается пальма такими насекомыми, как тли, щитовки, трипсы и белокрылки. В этом случае проводят опрыскивание пальмы фунгицидами. Прочие проблемы – усыхают молодые листья, загнивают корни. Потому важно поливать реже, больше опрыскивать. На листве появляются коричневые пятна, это следствие резкой смены температуры в помещении. Увидание, а после скручивания пластина листа – высокая температура окружающей среды. Пальме слишком жарко, поместите ее в более прохладное помещение. Правильное содержание, залог красивого вида – все достаточно просто. Соблюдая условия содержания, владелец получает роскошное украшение своего дома. Приметы и суеверия В отношении существующих приметы суеверий, достаточно выделить следующие пальмы – дарить человеку положительную энергетику, приумножая его силу и очищая мысли от негатива. Положительно влияет хамедорея на судьбу владельцев, на деловом и любовном поприще им сопутствует успех, сходят на нет, споры появляются. Защитный щит от энергетических вампиров. Поэтому рекомендовано ставить такое растение в каждой комнате. Эгоистам не стоит держать такой цветок дома, они станут игнорировать чувства и эмоции, внимание со стороны родных. В завершении стоит подчеркнуть, что хамедорель элеганос – растение красивое и неприхотливое при соблюдении всех рекомендаций по уходу. Поможет создать дома настоящей тропики. Высадить его может даже начинающий любитель цветов. При этом условия содержания и принципы ухода не потребуют чрезмерных усилий. Видео